В фоне озвученной в Кремле версии о причастности Украины к теракту в Крокус-Сити-Холле пользователи в соцсетях обнаружили след, ведущий, по их мнению, прямиком в ФСБ или другие российские спецслужбы. В интернете появилось очень странное видео, снятое за пару минут до начала теракта непосредственно внутри концертного зала. Четверо одинаково одетых мужчин, сидящие на одинаковом расстоянии вдоль прохода, начинают съемку еще до того, как началась стрельба, и потом синхронно кричали «закрыть двери». Один из них толкает женщину. Появились предположения, что эти мужчины в джинсах и синих свитерах мешали эвакуации людей. К тому же, человека в синей одежде заметили на видео задержание одного из подозреваемых, которому отрезали ухо. Во время экзекуции его держал человек в синем. Сторонники версии «людей в синем» сочли мужчину из видео в лесу, похожим на одного из снятых в зале. След ФСБ увидели публицист Невзоров и политолог Пиантковский. И более того, в подобных синих свитерах давали знаменитое интервью Баширов и Петров, которых называли сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению в Великобритании сбежавшего агента Скрипаля и его дочери. На кадрах из Великобритании Баширов и Петров ходили в том же стиле. Версии о причастности к теракту российских спецслужб, по словам экспертов, популярны из-за недоверия к правоохранителям со стороны народа. Конечно, все, кто знают российскую историю последних десятилетий, понимают, что одна из версий это, ну, понятно, куда ведет, да. И что о причастности, возможной причастности, естественно, ФСБ к этому происходящему тоже нельзя забывать. Эту ужасную трагедию путинская власть может использовать для ужесточения, для введения каких-то особых мер, для оправдания каких-то своих решений, которые в ином случае были бы очень непопулярными, в том числе и, естественно, продолжение так называемой второй волны мобилизации. Напомню, что после Беслана они отменили выборы губернаторов, воспользовались этой ситуацией, или организовали и протащили эту идею с отменой выборов губернаторов. Выборы, сами первые выборы президента были на фоне вот этих чудовищных терактов в Волгодонске, на Каширке, чтобы, опять же, оправдать начало войны с Чечнёй. Но конспирологическая версия о людях в синем разбилась, а не состыковки. На кадрах задержания у силовика в синей куртке оказалась борода. А человека из Крокус-Сити-Холла журналист Роман Доброхотов идентифицировал как сотрудника инжиниринговой компании. Государственное агентство ТАСС также опубликовало комментарий похожего мужчины. К ОСБ, как и к любой другой силовой структуре, никакого отношения не имею. Работаю в строительной фирме, абсолютно другая направленность. В Федеральной службе безопасности тем временем признали, что были осведомлены об угрозе терактов. Но принятые меры желаемых результатов не дали. Мы реагировали на эту информацию, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений. Но, к большому сожалению, наши действия, которые мы осуществили, в отношении конкретных групп и конкретных лиц, эту информацию на тот момент не подтвердить. Мы не можем гарантировать 100% гарантии того, что произошло. Понимаете, но наша возможность тоже не беспредельная.